Годовой цикл весь выставлял, что это за день, чем он знаменит, какие там народные приметы. Я думаю, это очень ценная информация с позиции как духовности, народная мудрость сообщает те или иные способы, как лучше провести время с пользой для себя. Поэтому я буду выкладывать по месяцам, чтобы в случае чего вы могли окунуться в мир духовности наших предков, разного рода примет и предсказаний. Козырог, 22 декабря, 20 января. В этот период проявите заботу о коленях, зубах, опорно-двигательном аппарате. Январь месяц, январь зимы государь, второй месяц зимы и первый месяц нового года. Длиннее и светлее становятся дни, солнце становится ярче, встает раньше, небо кажется выше, не декабрьская сыровато-синяя, а бездонная голубовато-синяя. За эту особенность январского дня в Древней Руси этот месяц называли Просинец. В январе были самые сильные холода и самые веселые праздники. Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение. С каждым из этих праздничных дней связано множество народных примет и поверий. 1 января. День Ванифатия. Святой известен как целитель от пьянства. Родом он был из Тускийской области в Италии. С детства отличался любовью к нищим. Когда ему приходилось увидеть кого-нибудь раздетым, он снимал с себя одежду и одевал ею нагого. Был поставлен епископом в городе Ферентини. Однажды скоморох помешал ему помолиться перед трапезой. Это рассердило Ванифатия. Он сказал, что этот человек уже мертв. На следующий день большой камень упал на этого скомороха и придавил насмерть. Первый день Нового года традиционно не работали, так как считалось, что потом весь год пройдет в тяжелом труде. Если в этот день были торги, то первому покупателю делали скидку. Потому как считали, что почин в торговле дорогого стоит и определяет комический успех на весь год вперед. Было принято считать, что чем дольше простоит в доме новогодняя елка, тем лучше. Новый год рекомендовалось встречать только в новой одежде. Обязательно поклониться родной земле и вспомнить за праздничным столом всех тех защитников, положивших их жизнь, с даблополучие родной земли. Новый год – одно из главных событий в жизни крестьянина. По первым 12 дням Нового года судили, какая погода будет в 12 месяцах. Более того, знающие люди обращали внимание на настроение каждого дня и примечали, в какие месяцы надо ждать хороших известий, а в какие плохие. Приметы. Погода сегодня позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным. Если на Новый год небо звездное – к урожаю. В Новый год звезд густо – к урожаю ягод. Не стоит выносить мусор сегодня, чтобы не навлечь беду. Встречать Новый год следует в новой одежде. До Нового года надо раздать все долги и завершить все дела. Это позволит начать что-то новое с чистого листа и добиться успехов в задуманном. Если 1 января – на деревьях иней год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ. Если новогодняя ночь лунная – ждите обилие урожая, гороха, чечевицы и бобовых культур. Синички чирикают к холоду. 2 января – день Игнатия Богоносца. Священномученик Игнатий Богоносец был епископом в Антиохийской церкви. Когда он был младенцем, а сам Господь Иисус Христос жил на земле, Господь позвал к себе отрока Игнатия, взяв в руки и сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня примет». Так святой Игнатий и был назван Богоносцем, был учеником святого Иоанна Богослова. В этот день служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы он уберег жилище от всякой напасти. Рекомендуется рано утром обойти жилище со свечой и молитвой к святому. Сегодня своему дому кланялись в поезд, чтобы защитить его от зла. Выказывали почтение каждому помещению, амбарам, постройкам для хранения утвари, содержание животных. Народе считали, что дом – это хранитель семейных традиций. Также служили молебны и обносили крестным входом иконы вокруг села для предохранения его от всякой напасти. Этот день был известен и как яблочный. Рекомендовалось стряхивать с деревьев ини снег для закладки будущего урожая и сохранения ветви. И чем больше снега получилось стряхнуть, тем больше урожай будет получен осенью. Так считалось в народе. С этого дня начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, украшали дом. Все разучивали калятки, песни, шили карнавальные костюмы, приметы. Какая погода сегодня, таким будет месяц август. Если на улице слякать и вьюга, значит холодным и дождливым. Если морозным и ясным, то жарким и солнечным. Если на деревьях сегодня ини, значит погода будет ясной. Звездное небо сегодня предвещает богатый урожай в течение всего года. Если синицы громко щебечут, жди долгие холодные дни. 3 января день святого московского Петра в Сееруси чудотворца. Он родился в земле Волынской от благочестивых христианских родителей. Когда он был еще в утробе матери, у нее было видение, будто она держит на руках своих ангца, посреди рогов которого выросло густолиственное дерево, имеющее множество плодов и цветов. А посреди ветвей было множество свечей, светящих и издающих благоухание. Со временем он стал митрополитом Киевском и всея Руси. В народе этот день называли днем Петра полукорма. Такое название день получил потому, что считалось съеденная половина запасов на зиму. Чтобы защитить дом от злых сил, сегодня клали сребряный предмет на видное место, например, маленькую ложечку. Считалось, что после этого в течение года на пути не будут встречаться злые люди. Чтобы не болеть в течение года, сегодня надо умыться ключевой водой и произнести заговор. Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня большое значение придавались нам. Если снится птица, то ждите удачу в делах. Если пища к бедности. Пить вино к удачам в любовных похождениях и романтических отношениях. Обниматься с кем-либо 3 января к расставанию, а видеть кровь во сне к приезду дальних родственников. Считалось, что плохой знак увидит во сне мыло именно ночью 3 января. Это предвещала смерть. Приметы. Каков сегодняшний день, такова будет погода в сентябре. Если сегодня эхо разносится далеко, это к сильным морозам. Снега мало, а морозы сильны. Лето будет засушливым и жарким. Если в эту пору морозы, то летом грозы. Вот так говорили. Сегодня никому нельзя желать здоровья и счастья. Согласно приметы, все случится с точностью до наоборот. Нельзя подглядывать и подслушивать. Можно лишиться зрения и слуха. Либо обрести связанные с ними болезни. Запрещено давать обещания и клятвы. Поднимать землелюбие ценности – это к ходу. Если сегодня сделать оберег для оставшихся припасов, положив две лучины поверх зерна крест-накрест, его не тронут мыши и зернохватит до следующего урожая. 4 января Анастасия – узоразрешительница. День памяти великомученицы Анастасии, которая получила прозвище Узорешительница, потому что помогала узникам, заключенных в темницах за веру Христову, облегчить их страдания. Ее считают покровительницей роженец. И в этот день готовили обрядовую кашу, кормили ею беременных женщин, чтобы оградить чрево от пагубы. Ей молятся, чтобы беременность прошла без осложнений. На роде Анастасию называли постницей, поскольку ее день предшествовал окончанию рождественского поста. Считалось, что она также покровительствует невинно осужденным людям. Сегодня крестьяне режут свиней для рождественского стола, начинают готовить еду к празднику. Очень популярна была свиная колбаса. Рождество без колбас, что Пасха без крашенок. Так говорили в народе. Замужние женщины и девушки на выданье вышивали сегодня особые полотенца. Считалось, что именно они могут быть надежным оберегом и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери. Таким полотенцем бабка-повитуха впоследствии вытирала пот с лба рожающей женщины и произнесла заговоры, которые помогали облегчить боль и страдания. Приметы. Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре. Сегодня строго запрещалось бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни. Девушкам не следует прокалывать уши сегодня. Продолги долго не заживает. Нельзя сегодня ходить по дому босиком. Близкий человек может сесть в тюрьму. Нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден. Сегодня снятся плохие сны, которые пророчат беду. Хорошо, если ничего не приснится. Если женщина рожает ребенка в день Анастасии, то это по приметам предвещает удачу. Роды будут легкими, а сам ребенок появится на свет крепким и здоровым. Чтобы ребенок быстрее родился, развязывали все узлы на одежды, расплетали косы. Сегодня беременных женщин кормили кашей, чтобы не было выкидыша. В день Анастасии будущим матерям запрещалось шить. 5 января день Феодула. День памяти святых десяти мучеников критских. Когда мучеников повели на казнь, то по дороге они стали спорить, кому первому идти под меч и раньше принять мученический венец за Христа. Спор прекратил Феодул. Сказал, первым будет тот, кто последний подставит голову под меч. Видя перед собой усыкновение друзей своих, он не убоится, не проявит никакой скорби, не изменится даже в лице. Тот и явится славнейшим подвижником и победителем. Сегодня в народе отмечается день Федула Зимнего. Полагалось читать священное писание и молиться Богородице. Сегодня можно и нужно работать, чтобы завершить все дела к Рождеству. Однако старались не работать с острыми предметами – вилами, топорами, ножами. Считалось, если человек поранится сегодня, то весь год будет тяжело болеть. Даже в наши дни знающие люди по этой причине опасаются хирургического вмешательства в этот день. Стараются переносить операцию на другое время. Также в этот день почитают память Святого Православной Церкви Нефонта Кипрского. Его народ считал защитником от разного рода нечисти и злых сил. А опасаться было от чего? Оказывается, в день Федула ворожей и колдуны наводят порчу на людей и домашний скот. Для этого проводились различные обряды защиты. Пекли сегодня пряники в форме коров, овец, петушков, заворачивали выпечку в чистую материю и клали до Рождества в укромное место. Приметы. По этому дню предсказывали погоду в ноябре месяце. Если сегодня идет снег с сильным ветром, значит месяц июль будет дождливым и сырым. Говорили, пришел Федул и ветер надул. Мол, это к хорошему урожаю. Сегодня нельзя подшивать подул, иначе проживешь меньше положенного. Снегопад в безветренную погоду к хорошему урожаю. Если кошка сегодня ищет теплое место, жди затяжных морозов. Если куры ведут себя беспокойно, это к метели. Если лошадь храпит, это тоже к метели. 6 января. Рождественский сочельник. Один из важных дней православной церкви. Отмечает сочельник канона Рождества Христова. Самый важный праздник после Пасхи. Именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос. Сегодня полагалось паститься весь день. Готовить праздничное угощение. Приводить в порядок одежду. Нельзя встречать Рождество в черном. Как только загорится первая звезда, значит Иисус Христос пришел в наш мир, и можно начинать праздновать. В канун Рождества обязательно колядовали. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни коляды. Так они поздравляли хозяев, желали им здоровья и процветания. За это им давали угощение и деньги. Пока не взойдет в небе первая звезда, старались не есть. Празднику готовили обильный стол, делали уборку в доме, натирали полы ветками можжевельника, чтобы в доме стоял приятный, свежий запах. Под Рождество было принято сжечь навоз, чтобы родители на том свете согрелись. И, конечно, в ночь перед Рождеством гадали. Согласно верованиям, гадания в это время всегда были правдивыми. Особенно отличались девушки. Они собирались вместе, чтобы погадать на своего суженого. Сегодня почитают святую Клаудию и святую Евгению. Приметы. Сегодня судят о том, каким будет месяц декабрь. К тому же морозный день сегодня обещал хороший урожай. Если в сочельник ночью небо звездное и безоблачное, значит будет богатый урожай ягод и грибов. А лето теплым. Если тропинки в лесу черные, видна земля, это к богатому урожаю гречихи. Звездное небо в сочельник хорошему приплоду скота. Запрещено заниматься шитьем и рукоделием. Это грех. Сегодня нельзя вносить мусор из дома. Чтобы удача была в доме, надо впустить к олядовщиков. Гостеприимство к исполнителям к олядок – залог процветания и достатка. Если в сочельник попариться в бане, это даст человеку защиту от болезней на весь год. Сейчас наступают самые суровые морозы. Поэтому существовала такая поговорка. Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу. 7 января – день Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Рождение Иисуса предсказали волхвы. Они пришли из восточной страны. Есть мнение, что из Персии. Здесь процветало искусство звездочетцев. Другие полагали, что они были из Аравии, потому что эта страна богата была золотом, ливаном и смирной. Другие считают, что волхвы пришли из Эфиопии. Оттуда пришла некогда царица Савская в Иерусалим, чтобы послушать премудрости Соломона. В день рождения Христова верующие вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа. Собираются в храмах, где проводят праздничное богослужение. Затем посещают родных и близких, чтобы укрепились семейные традиции. Хорошая примета – если в дом первым войдет двое мужчин, значит в течение года в семье не будет ссор. Если первой в дом входит женщина из чужих, это к несчастьям и болезням женщин в течение года. С этого дня и до самого крещения, то есть до 18 января, начинаются святки – святые дни, связанные с событиями появления на свет Иисуса Христа. В эти 12 дней принято веселиться, справлять свадьбы. Значит свадьба сегодня к счастливому браку. Рекомендуется думать только о хорошем и проводить время внутри своей семьи. Это семейный праздник, время веселья и радости для забот и житейских проблем все остальные дни года. Приметы. С этого дня начинаются настоящие рождественские морозы. Какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова дня, то есть после 12 июля. Если сегодня оттепель, это к теплой и ранней весне. Если ударят морозы, холодно будет и на крещение. Если Рождество выпадает на пятницу, значит зима будет длинной, а лето коротким. Если на воскресенье и жди удачи во всех делах. С Рождества и до Старого Нового Года нельзя ссор из дома выметать. Нельзя плести, потому что может родиться кривой. Нельзя сшить, может уродиться слепой. Не употребляйте спиртное, можешь пропить годовой доход. Если хозяйка разбила посуду, либо что-то разлила, это к ссоре. Нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных русалок и леших, отмечающих праздник. Если сегодня, глядя на небо, искренне помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется. 8 января Собор Пресвятой Богородицы Когда предчистая Дева Мария бежала с младенцем Иисусом в Египет, они проходили мимо дерева, называвшегося Персея. Жители почитали его как Бога из-за высоты и величественной красоты. Поклонялись ему и приносили жертву. В том дереве жил и бес, когда предчистая Богоматерь с божественным младенцем приблизилась к нему, оно сильно потряслось. Это бежал бес. А дерево преклонило свою верхушку до самой земли в знак почитания. Считается, что с этого дня в святочные дни вступают в свои права. Что касается конкретно этого дня, то его называют Бабьим праздником. Бабьими кашами. Праздником каш. Это праздник роженец и баб Поветух. Свое название этот день получил потому, что рожавшие женщины или бабы желали отблагодарить и поздравить с праздником Поветуху, которая помогала им при родах. Показать ей своего выросшего ребенка, которому она помогла появиться на свет, и отблагодарить ее подарком, а также задобрить на будущее. Ведь к ней придется обращаться и, возможно, еще не один раз. А от Поветухи во многом зависело здоровье женщины, ребенка и семейное счастье в целом. Поэтому женщины Поветухи берут ложку и ходят в гости есть кашу, которую хозяева дома, как правило родственники и друзья, специально готовят для данного случая. Им полагалось дарить материю и полотенца на легкую дорогу принятыми ими детьми. Сегодня играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Молятся святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Он помогает справиться и с гневом, и скринять злобу. Также считали, что Давид, играя на гуслях своим пением, защищает человека от разбойников и диких зверей, и тем самым обезопасить путь. Приметы. Если сегодня вьюга и мороз, лето будет холодным. Снег прилипает к ладоням, жди тепла. Если после заката небо окрашивается в красный цвет, жди лютых морозов. Маленького ребенка сегодня поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым. Если щебечут синицы, жди ночных морозов. Если из дома сегодня вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам, в семью может прийти несчастье. Сегодня нельзя готовить и есть кисель. Это к покойнику. Сегодняшнее гадание на урожай и брак самое правдивое. 9 января Степанов день. Назван в честь святого первомученика и архидиакона Стефана. Как только возникла церковь Христова, в ней были только христиане из обрезанных евреев. И когда начали принимать необрезанных, они возмутились и пошел ропот и недовольство. Стефан оказался в центре этого спора и был побит камнями за то, что словом и делом верных утверждал в вере, неверных же иудеев обличал, доказывая им, что они несправедливо по зависти убили сына Божия. В народе этот день называли лошадиным праздником. Существовал особый обряд. На дно ведра с водой бросали серебряную монету и этой водой поили лошадей. Назывался этот обряд поит коней через серебро. Считалось, что от этого животные добреют, не боятся дурного глаза, входят в милость у домового, а монету, которая лежала в ведре, клали в конюшне под яслями, да так, чтобы это никто не видел. Этим самым задабривали домового, чтобы он коней не беспокоил. Продолжаются народные гуляния и святки. Стоят сильные морозы. Пришла настоящая зима. В день Степана девушки гадают на скорое замужество. Для этого рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, в этом году возможно замужество. Если остается одна семечка, замужество не скоро. Сегодня отчествовали пастухов и заключали с ними договор о найме. Для этого ходили к ним в гости с угощениями. Вообще, пастухов даже приписывали к колдунам и старались с ними подружиться, чтобы летом он сохранил скот. Приметы. Солнечный морозный день к урожайному году. А вот снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов. Если хозяин сегодня огородит свою территорию осиновыми кольями, то в течение всего года будет защищен от всякой нечисти. Если на улице не видно мелких птиц, скоро начнется снегопад. Туман стелется над полями к потеплению. Если ночью луна красна, утром будет мягкая снежная погода. 10 января. Страдание 20 тысяч мучеников в Никодимии, в церкви сожженных. Когда святая вера Христова устоялась и процветала, и учители церкви открыто исповедовали православные догматы, императором Максимианом готовились жестокие гонения. В Христовой вере стало примыкать знать, что очень не понравилось императору. И однажды в церкви люди воскликнули. Мы христиане, мы христиане, царь, и не почитаем твоих ложных богов. За это они были сожжены в церкви. В народе сегодняшний день называют «домочаться в день». Люди сегодня старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, проводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни. Одно из гаданий, пользовавшееся популярностью в то время, было таким. Накануне этого дня на Красную Горку, которая имелась возле любой деревни, приносили колье и вбивали их в землю. Сегодня всей семьей приходили на Красную Горку. Каждый член семьи загадывал желание и повязывал на свой колышек лоскуток, тем самым привлекая его из мира незримого в свой материальный. И желание исполнялось в течение года. Приметы. Если сегодня на деревьях иней днем тихо, это к урожайному году и удача во всех делах. Дело, сделанное сегодня совместно с семьей, будет благословенно и принесет плоды в будущее. Если соль в солонке отсырела, к ненастной погоде. Свадьба сыгранная сегодня сделает брак счастливым. Если сегодня принять калядовщиков, это даст здоровье и благополучие, защитить дом от порчи и злады, убережет скотину от болезней. Если с неба падают крупные снежные хлопья, это к потеплению. Метель сегодня к дождливому и сырому лету. 11 января, страшный вечер. В этот день почитают память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом, для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа. Он побоялся предсказаний волхвов и подумал, что этот младенец отберет у него царство земное, хотя они имели совершенно иное царство Христово, которое нет мира сего. Не зная точную дату рождения Христа, Ирод повелел своим воинам уничтожить всех детей от двух лет и младше. Совершенное злодеяние много веков тому назад оставило свой след в пространстве, который откладывает свой отпечаток на этот день. Народам недаром было замечено, что в этот день особенно опасна самая разнообразная нечистая сила. И что самое главное, в качестве объектов для нападения она выбирает маленьких детей, как самых незащищенных членов семьи. Для того, чтобы защититься от нее, во дворах разводили косты, чтобы вместе с полениями сгорели назолы, то есть грусть, тоска, печаль, переполохи и боли. В доме рекомендовалось зажечь свечу и обойти с ней помещение. Особенно прожечь углы, в которых скапливается плохая энергия. Младенцам клали в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы отпугнуть нечисть. В качестве оберега можно было использовать острые железные предметы, например серб. Их клали под люльку на ночь. Считалось, что нечистая сила боится острых предметов, о которых она может порезаться. Начинался период самых сильных морозов. Крестьяне отдыхали и ожидали оттепели. В темное время старались не выходить на улицу, а вечером гадали и рассказывали друг другу байки и страшные истории. Считалось, что гадания на свадьбу и свое будущее сегодня самые верные. Например, оставляли в сарае подвешенным гребень, а утром смотрели, какого цвета волосы на нем остались. Считали, что этот цвет волос жениха. Приметы. Если сегодня метет метель, июль будет пасмурным. Если тепло, то и весна тоже будет теплой. Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, это к сильным морозам. Если падает с неба снег крупными хлопьями, это к оттепель. Если окна запотели, вскоре потеплеет. Низкие облака предвещают очень суровые холода. 12 января. День Анисии. Назван честь святой мученицы Анисии Девицы. Она дочь богатых христианских родителей, воспитавших ее в страхе Божьем. Добродетелями она возрастала скорее, нежели летами. Родители скармливали ее более истинными верой и благочестием, нежели молоком. Исполненная Духа Божия, она обладала воистину ангельским нравом, лицо же ее светилось несравненной красотой. Будучи весьма богатой, она приняла добровольную нищету, а затем была убита нечестивыми. Сегодня отмечают день Анисии Зимний. У Анисии желудочницы, как правило, он бывает очень холодным. Потому и говорят, не проси у Анисии тепла, потому что холода пришли. Также было принято молиться, чтобы получить излечение от желудочных хворей. Сегодня принято ходить в гости, на столе обязательно должны быть разносолы, свиная требуха, грибы. В это время резали свиней, гусей, варили свиную требуху. При этом брали свиную селезенку, печень и гадали, какая будет зима. Если селезенка гладкая, зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке более толстая, то морозов жди в конце зимы. Если печень в центре толстая, морозы начнутся совсем скоро. Если широкая только со стороны брюшка, морозы продержатся до самой весны. Сегодня на Анисию существовала традиция варить свиные желудки. По ним тоже гадали. Найти на Анисию платок, лежащий на дороге, признак наведенной порчи. Поэтому сегодня не принимают никаких подарков от незнакомых людей. Также опасались встречи с нечистой силой. Приметы. Если на Анисию дует ветер с юга, год будет урожайным. А лето теплым. Западный ветер. В реках будет много рыбы. Если идет снег, к дождливому лету. Если воробей громко чирикает, жди скорой оттепель. Если днем ясно, скоро наступит потепление. Ввязать, прясть или шить на Анисию к несчастью. Увидеть сегодня сон, связанный с землей, к смерти. Если снится свадьба или поцелуй, к семейной ссоре. Если сегодня вечером встать на перекресток и громко произнести имя больного человека, он вскоре выздоровеет. На Анисию не солят пищу, чтобы не накликать на себя беду. 13 января Васильев вечер В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый Год. Этот день называют Васильевым вечером, потому что на следующий день церковь празднует память Василия Великого. Обязательным блюдом к этому празднику было блюдо из свинины. И все потому, что Святой Василий Великий считался покровительным свиноводом. В народе даже существовала такая поговорка. «Нечистая животина, свинья!» Да нет у Бога ничего не чистого. Василий зимний осветит. Сегодня Васильев вечер и Старый Новый Год. Щедрый вечер. В соответствии со старыми обычаями отмечали не день Василия, а его канун. Васильев вечер. Его еще называли щедрованием или щедрым вечером, поскольку колядующим раздавали подарки. Весьма распространены были сегодня вечером святочные гадания, как наиболее правдивые. Потому и говорили, что нагадаешь на Васильев вечер, то и получишь. Существовало поверье, что в этот вечер нечистые силы крадут месяц, чтобы никто не видел их гуляния. В народе был распространен обряд варения каши на Васильев вечер. Кашу сегодня варили до рассвета. И когда хозяйка вынимала чугунок из печи, то произносила «Просим к нам в дом со своим добром. Если чугунок был полным, это считалось к удачному году. Если чугунок был наполнен не до краев, проблема». Сегодня ходили в гости, угощались пирогами и блюдами из свинины. Никаких новых дел сегодня не начинали. Верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому Василию. Приметы. Сегодня на столе обязательно должно быть блюдо из свинины. Скот будет плодовитым, а в семье будет лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачливым будет год. Если хозяева хорошо примет калядовщиков, это к счастью. Считать мелочь в этот день нельзя. Это к горю и слезам. Если ночь звездная и ясная, урожай будет богатым. Теплая погода к дождливому лету. На улице туман, к счастью и богатому рожаю. Сильная вьюга к богатому рожаю орехов. Все сны сегодня вещи. Если заболеешь на старый Новый год, то оправишься от болезни не скоро. 14 января. День Василия Великого. Обрезание Господни. Василий был наставлен родителями не только в христианской вере, но и в светских науках. Ему была дарована благодать свыше, опроношение бескровной жертвы и многое другое. Сегодня отмечается обрезание Господне. На восьмой день от Рождества святой младенец был обрезан и наречен именем Иисус, который означает спаситель. Обрезание трактуется сегодня как отсекание грехов. Василий в день делит святки на святые вечера с 7 по 14 января и на страшные вечера с 14 по 19 января. Страшные вечера, когда беснуется нечистая сила. Будьте осторожны. Василий является покровителем свиней. Сегодня ему молятся за то, чтобы домашние животные не болели. Говорят, пришел Василий в день, и зиме пришла середка. Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова. По одной старинной традиции сегодня варится кутья. Это каша с добавлением крупы, изюма, меда и орехов. И, конечно же, сегодня календовали. Дети ходили по домам и сели на пол из рукава или мешочка зерна овса, гречи, хержи, распевая при этом особую засевальную песню. И чем быстрее хозяйка дома соберет зерно с пола, тем богаче будет урожай. Засевальная песня. Сею, вею, посеваю, с Новым годом, поздравляю, щедрый кведрик, дай вареник и кольцо колбаски, грешицу овца. Долго ходим, есть хотим, угостите пирожком, с аппетитненьким душком. Дальше здоровались с хозяевами и поздравляли с Новым годом, с новым счастьем. Приметы. Желание, которое загадаешь сегодня вновь с 13 на 14 января обязательно сбудется. Сегодня нельзя ругаться, думать о плохом. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. Если сегодня надеть обновку, в течение всего года будет удача. 15 января, день Сильвестра, назван в честь святого отца Сильвестра, Папы Римского. Став совершеннолетним, он из любви к Богу и ближним вводил в свой дом странников. После того, как омывал им ноги, он угощал их, потом беседовал с ними, доставляя этим успокоение. Сильвестр в 30-летнем возрасте стал епископом римским. Исправлял нравы и обычаи христиан. Своими молитвами и чудесами помог обращению в правую веру и крещение императора Константина и его матери Елены. В народе святой Сильвестр был известен как покровитель домашней птицы, особенно кур. Поэтому сегодняшний день имел еще одно название Куриный праздник. В этот день чистили курятник и помещали в него куриного Бога. Черный камень с отверстием посредины. Это куриный Бог. Делали это для того, чтобы курам не могла проникнуть нечистая сила и навести порчу. А маленьким детям сегодня дарили глиняные петушки. Знахарки сегодня смывали с домов лихорадки-лихоманки. Считалось, что лихорадки это 13 дочерей Ирода, сошедшие в ад вслед за своим отцом. Зимой в лютые морозы выгоняет их оттуда сам мороз вместе с хворями. Тогда сестры стараются спрятаться в теплом крестьянском доме. Для того, чтобы прогнать их, окуривали курятник, дом, девесилом и соломой. Считалось, что в куриный праздник заговоры от болезней были особенно действенными. Из годаний сегодня особо почиталось луковично. Делалось оно так, на 12 очищенных луковиц клали по щепоте соли и помещали на ночь напечь. Утром вынимали и считали первая сухая, а третья мокрая и так далее. Какой по порядку луковица сухая или мокрая, такой будет и месяц. Когда чистили лук, нельзя было плакать, иначе гадание не удастся. Приметы Висит много длинных сосулек, урожай хлеба будет хорошим. Когда сороки летали поблизости от дома, это квьюи. На сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут, то есть обысеешь. Если сегодня дверной косяк протереть заговоренной водой, то болезни из печали не найдут в этот дом дорогу. Сегодня старались не есть мясо птицы, чтобы счастье из дома подобно птице не упорхнуло. 16 января День Гордия Малахия День имеет двойное название в честь мученика Гордия и пророка Малахии. Гордий был воином, видя гонение на христиан, бежал в пустыню и молился Богу Единому. Там он сподобился божественных откровений от великого учителя Духа Истины. Добровольно пошел на казнь. Малахия благочестивую жизнью приводил в удивление народ. За это его называли Малахией, что значит ангел Господний. Он был последним ветхозаветным пророком. Сегодня лечили или как это лечение называлось отчитывали припадочных бесноватых потому что считали что только Малахия может образумить нечистую силу и заставить ее покинуть больного человека. Поэтому молились святому Малахии. Существовало верование если в этот день из человека изгоняли беса он мог вселиться в домашнее животное. А чтобы это не произошло сегодня убирали в хлеву в сараях. Кормили скот каши сваренные на молоке караваем которые специально пекли к этому дню. Сегодня окуривают стены помещения дымом богородской травы. Обмахивают метелкой из полыни углы дома от пыли и паутины. При этом в каждом углу читают молитву с иконой в руках чтобы избавиться от нечистой силы отрицательной энергии которая любит там скапливаться. Сегодня отмечались гордеи. Вспоминали поговорки о гордости издавна считавшейся пороком. Например гордым быть глупым слыть. Сатана гордился с неба свалился а мы гордимся куда годимся. Для ужина хозяйка готовила блюда из творога творожные лепешки сырники их считали залогом счастья в доме. Приметы какой будет погода на малахе такой будет месяц март. Если на деревьях виден пушистый иней ближайшие дни будут солнечными и морозными. Если на небе появляется большое белое облако вскоре начнутся метели. Сегодня нельзя хвастаться чтобы гордей не отнял то есть люди не сглазили. Сегодня нельзя дает корову в одиночестве можно сглазить скотину. Нельзя работать сегодня вечером можно накликать на себя беду. Если вокруг заходящего солнца сегодня видны круги будет снег и мороз. 17 января день феоктиста и зосима преподобный феоктист основал монастырь где жили греческие монахи бежавшие от иконоборства преподобно мученик зосима вел отшельническую жизнь в пустыне его предали мучением за веру Христова а раскаленным железом сожгли уши повесили за ноги вниз головою и иным пыткам чудесным образом он был избавлен от смерти во время его мучений пришел из пустыни лев и заговорил человеческим голосом при виде этого чуда он был отпущен это последний день рождественских святок в старину на Руси сегодня старались завершить все посиделки и развлечения заканчивались и девичьи гадания наступало время трудовых будней и строгости нравов верили что на Зосиму и Феоктиста нечистая сила уходит в свои владения покидает мир живых и напоследок старается как можно больше навредить людям чтобы избежать подобного проводили многочисленные обряды например выгоняли черта из села для этого человек житель деревни наряжался чертом его палками изгоняли вон потом разводили костер и каждый старался перепрыгнуть через него так можно было заручиться поддержкой высших сил и получить счастье и здоровье приметы а лазаря сегодня к ветреной погоде если на этот день выпадает полнолуние стоит ясная погода весной будет сильное половодье если на деревьях лежит много снега у пчеловодов будет удачный год на сбор меда если небо безоблачное сильные морозы будут стоять долго тем кто сегодня собирался в дорогу зашивали воротник цветок чертополоха это служило защитой от порчи если сегодня загадать желание а вечером выйти на улицу и увидеть ковш большой медведицы на небе справа желание сбудется если справа окажется млечный путь для девушки это к замужеству если сегодня секунды обойдут вокруг дома проговаривая молитву то из него уйдут злые силы водящие в грех до окончания обряда никого не упускают в дом и с домочадцами не разговаривают 18 января крещенский сочельник это второй сочельник проводит обряды связанные с освещением воды накануне крещения это происходило в храмах потом на дворе около родников и рек снег собранный крещенский вечер способен исцелять болезни поэтому снегом умывались талую воду из него долго хранили используя ее даже в качестве лекарства девушки сегодня старались почаще умываться чистым снегом чтобы сделать кожу более белой и красивой этот день известен и как голодная кутья по старинному обычаю в этот вечер не ужинали название голодная кутья произошло потому что приближался следующий пост поэтому крещенский сочельник готовили голодную кутью пресное сочево без масла и творога крещенский вечерок считался временем разгула нечистой силы чтобы оградить жилище рисуют мелом кресты на всех дверях и оконных рамках если не поставить крещенский сочельник креста на дверях быть беде так считали в старину вечером гадали в ночь на крещение в реке окунались чтобы смыть грехи приметы какова погода сегодня такой она будет и на маслицу если идет снег жди хорошего урожая зерновых культур дует сильный южный ветер лето будет грозовым на деревьях мало снега и ягод не будет если снег погнул ветки на деревьях жди богатого урожая полный месяц сегодня к разливу рек весной если скотину сегодня накормить кормом с примесью снега она легко переживет крещенские морозы если кур сегодня накормить снегом будут нестись весь год если больного обложить крещенским снегом болезнь отступит такой способ лечения помогает при болях в ногах и голове если в крещенский сочельник искупаться в бане это к здоровью и красоте сегодня снег бросали в колодье чтобы вода в нем не испортилась если девушка умеется талой водой сегодня у нее не будет веснушек и она не заболеет оспой будет привлекательной для мужчин 19 января крещение господня с этого дня наступают самые сильные морозы за всю зиму крещенские в этот день проходит крестный ход на реках и озерах для освещения воды воду освященную в этот день хранят весь год она исцеляет болезни способна остановить начавшийся пожар прорубь окунали чтобы смыть себя грехи приобрести здоровье и удачу на весь год считалось что в богоявленную ночь перед утренней открывается небеса о чем помолишься то непременно сбудется за крещенскими идут афанасьевские это 31 января сретенские 15 февраля власевские 24 февраля поздние благовещенские 7 апреля морозы но после крещенских морозов холода идут на спад а солнце поворачивает свой ход к весне освящалась вода люди ходили на службу в храмы проводили время в молитвах у родников и рек вода освященная в этот день обладает целебной силой ей поили больных освящали дома ульи земельные участки и хозяйственные постройки на крещение в дом приглашали знакомых и родственников устраивали пышное застолье приметы принявшие крещение сегодня самые счастливые сыграть свадьбу в промежуток от крещения до масленицы к счастью в браке сватовство в крещении хороший знак если крещенские морозы крепче чем рождественские год будет урожайным если на крещении ясная морозная погода лето будет засушливым если метет метель такая погода продлится до конца зимы оттепель крещения до конца зимы сильных морозов не будет пасмурная погода и снегопады к хорошему лету искупаться в проруби на крещение очищение от болезней и горести на весь год если девушка сегодня утром встретит молодого мужчину то выйдет замуж в этом году если старик ходить ей в девках еще год если напоить скот крещенской водой он будет хорошо плодиться 20 января день собора предтечи и крестителя господня Иоанна после праздника крещения господня собор напочитается и прославляется песнопениями креститель слово собор означает что народ собирается в церковь для совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого великого предтечи и крестителя Иоанна этот собор совершался во всех храмах но с особенной торжественностью совершался в храмах посвященных имени крестителя сегодня натощак обязательно пили крещенскую воду чтобы на весь будущий год быть здоровым с праздника крещения начинался мясоед когда можно было не ограничивать себя в еде что касается мясоеда периода между Рождеством и Масленицей массово праздновались свадьбы поэтому в день Ивана Бражника запевали и девище счастье так как невесту часто выдавали замуж против ее воли была такая примета если в этот день обмыть горе супружества беззаимной любви то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез окончание святочное гуляние означало возвращение к трудовой жизни на посиделке вновь полагалось приходить с работы тогда как в праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась приметы кто на крестителя купит крест нательный на того ангел-хранитель возрадуется если в этот день покрестить младенца то возле этого дитя будет стоять при крещении сам Иоанн Креститель если с этого дня целую неделю стоят морозы вскоре будет оттепель метель сегодня к ветрам и снегу на масленицу если идет дождь или же стоит туман будет богатый урожай хлеба ясная погода говорит о засушливом лете пасмурная погода или снег лето будет вполне обычным без аномальных температур если выпить сегодня спиртное то это убережет от печали и слез на весь год но важно соблюдать меру следуя поговорке празднуй раз в месяц будешь веселым запразднуешь каждый день будешь голым если сегодня проводится свадьба или сватомство девушке нужно выпить немного вина чтобы семейная жизнь не была корькой водолей 21 января 19 февраля в этот период проявите заботу о голенях коленостопных суставах и системе кровообращения 21 января день Емелиана Емелиан епископ казический пострадал за почитание икон в 815 году это было при императоре Льве Армянине вместе с другими епископами он был вызван во дворец где потребовали отказаться от почитания святых икон святитель Емелиан первый отвечал императору что подобный вопрос может обсуждаться и решаться лишь духовными лицами а в не в царском дворце был сослан заточение за православную веру где скончался как исповедник этот день в народе называли день Емелиана зимнего праздники закончились начинаются трудовые будни но сегодня до полудня не работали все дела переносили на вечер а так как на Емельяна чествовали крестников и крестных то кумовья ходили друг к другу в гости приносили подарки и устраивали праздничные обеды чтобы дети росли здоровыми и счастливыми а за столом рассказывали интересные истории отсюда пошла поговорка мили Емеля твоя неделя кумовья в свою очередь также одаривали своих крестников приносили полотенце и мыло чтобы ребенок рос красивым был чист лицом и если помыть крестника таким мылом это поможет защититься от сглаза и болезней и вообще в связи с памятью святого Емельяна Емельяна Зимнего в народе существовала масса пословиц и поговорок Емельян божьим светом осиян Емельян накрути буран приметы какова погода на Емельяна такая погода в августе сегодня следили за ветром если ветер дует с юга летом будет много роз если с севера лето будет холодным безветренная погода лето будет знойным идет снег к дождям если на Емельяна метет метель не отправлялись в путь в юго сегодня особенно опасно окна в доме запотели к оттепели если сегодня человек заболел поправиться быстро угощать кума с кумой дарить здоровье детям которых они крестили тем кто женится по расчету сегодня рекомендовали хорошенько напиться чтобы потом лучше ладить с супругой которая ему не мила 22 января день Филиппа день назван в честь памяти святого Филиппа митрополит Московского и всей Руси чудотворца в детском и юношеском возрасте его заходили больше всего за чтением книг в них он находил жития святых мужей и через это поучался совершенствоваться в добродетелях достигнул 30-летнего возраста он решил уединиться и тайно ушел с выгодной царской службы далее удалился в Соловецкий монастырь и с радостью и смиренно мудрым делал то что велят старшие дни увеличиваются во времени а морозы крепчают затяжные январские гуляния завершились и народ начинал трудиться к этому времени накапливалось достаточно много хозяйственных дел что касается поверить то верили что сегодня у банника банного духа можно получить шапку-невидимку нужно зайти в баню последним и положить свой нательный крестик под подошву левого сапога потом нужно сесть к стене лицом и от души проклинать все на свете далее должен был появиться старичок который и даст шапку-невидимку приметы считается что какой будет сегодня погода такой она будет и в сентябре если день на Филиппа ясный год будет урожайным во всех отношениях сегодня рекомендовалось в обязательном порядке сходить в бане чтобы смыть себя святки то есть энергетику беспечности веселья чтобы быстрее включиться рабочий ритм если собака сегодня спит свернувшись в клубок жди похолодания если сегодня на ночь оставить в бане кошку закутанную пеленку далее убежать и трижды перекреститься утром в бане появится неразменный рубль если на Филиппа день ясный солнечный к хорошему рожаю если снег идет сухой и легкий будет лето сухое если снег мелкий сырой и долгий к дождливому году 23 января день Григория святой Григорий был младшим братом Василия Великого в начале он учился в языческой школе Кесарии ораторскому искусству далее были самостоятельные научные занятия и уроки у святого Василия Великого этим уроком Григорий был очень многим обязан при своих природных дарованиях и прилежаниях в изучении наук святой Григорий с успехом изучил риторику и философию готовил себя к званию светского оратора однако бог распорядился иначе этот день в народе называли Григорий летоуказатель хозяева постепенно начинали планировать проведение весенних полевых работ подготавливать соответствующий инвентарь отбирали зерно для посадки все работы делали вручную крупное зерно отбирали для посадки а из мелкого мололи муку в день Григория летоуказателя крестьяне обращались к стоговому так звали духа который живет в стогах и скирдах сена считалось что если относиться к нему с заботой и вниманием то он защитит припасы от грызунов поэтому сегодня крестьяне отправлялись в поле и кланялись скирдом в которых живет этот дух они благодарили его за защиту и оставляли угощение в виде коровая хлеба приметы если на стогах и деревьях виден иней лето будет прохладным и дождливым если в день Григория летоуказателя дует ветер с юга в июне будут дожди с грозами ясная погода предвещает знойное лето в народе говорили если на Григория много снега будет много хлеба если иней не проходит к вечеру это к смене погоды первая капель сегодня к теплому лету небло сегодня безоблачно и ясное к ранней весне сухой снег к засушливому лету если приготовить и съесть сегодня блюдо из мяса гарантия крепкого здоровья на весь год сегодня из дома ничего нельзя было выбрасывать чтобы не выбросить свое счастье если сегодня обойти сток сена три раза против солнца можно будет разбогатеть в этом году 24 января день Феодосия назван в честь преподобного отца Феодосия Великого Феодосий учился у знаменитейшего из всех отцов живших в Иерусалиме и его окрестностях старца по имени Логин он имел свою келью при столпе который с древности назывался Давидовым затворившись там он с особым тщанием выделывал сладкий мед добродетели здесь Феодосий принял начало иноческих трудов учился у старца всякой добродетели ибо тот преподобный был велик словом и житьем этот день народе называли днем Феодосия Весняка присматривались к погоде чтобы судить о том какой будет осень когда придет весна какого будет урожая сегодня обычно было достаточно холодно многие люди болели лихорадкой трясовицей это простуда с температурой эту болезнь представляли в виде злой женщины в черном одеянии для того чтобы прогнать болезнь трясовицу напускали в помещение различных неприятных запахов также лихорадку можно было прогнать сегодня если топить печь авином который выделял дым также больного парили в бане проверенное средство при простудах а маленьких детей если не заболели лихорадкой укутывали на ночь в шкуру животного если шкуры не было закутывали в шубу приметы если сегодня погода была теплая весна наступит рано отсюда и поговорка на Феодосия тепло дело на раннюю весну пошло если и не на деревьях большой и висит гладко лето будет плодородным и с хорошей погодой если идет снег сырой и ложится плотно будет дождливая но урожайная а вот морозы на Феодосии неблагоприятны для будущих яровых отсюда и другое название этого дня морозы худосеи если оттепель сегодня будет сильной то весна будет очень короткой и вновь поговорку если в январе март то в марте января жди если утром идет снег вечером ударит мороз и будет держаться долго на крышах висят сосульки февраль будет теплым 25 января татьянин день день назван через святой мученицы татьяны родители воспитали ее в благочестии научили божественному писанию когда она достигла совершеннолетнего возраста стала проводить жизнь свою в девстве и целомудрии молитву и постом умиршляя плоть свою и порабощая ее духу за свою добродетельную жизнь была поставлена диаконеса подобно бестелесным ангелам служила богу во плоти и христос бог венчал невесту свою мученическим венцом в народе было принято на татьяну печь караваи в виде солнца тем самым приглашая солнышко поскорее вернуться к людям такие караваи ели всей семьей чтобы каждому досталась частичка солнечной силы и тепла а в течение всего дня выполняли женскую работу татьянин день считается праздником студентам введенной в честь подписания императрицы Елизаветы Петровной указа об учреждении Московского университета в 1755 году студенты молятся татьяне чтобы она даровала им успех в науках удачу на экзаменах приметы если идет снег лето будет дождливым ясная морозная погода на татьянин день летом будет приятная погода большие сугробы в татьянин день к хорошему урожаю хлеба метели сильный ветер засухи летом не урожаю и плохой рыбалки звездное небо в день татьяны к ранней весне если студент хочет получить особое везение в учебе ему в церкви нужно отстоять молебен в честь памяти святой татьяны только после этого можно веселиться пословица студентов в день татьяны все студенты пьяны если не напьешься в день татьяны учеба будет плохо даваться двадцать шестого января день Ермила назван в честь святых мучеников Ермила и стратоника Ермила был диаконом во время гонений на христиан его выдали подвергли лютым мучением которые он стойко выдержал ангел посланный господом укреплял и наставлял чтобы он был мужествен а за страдания получишь пресвятой венец свыше сторожем мученик был стратоник тайный христианин и друг Ермила видя страдания мученика он решился сам пойти на них и получил венец свыше простой народ сегодня отмечал Еремин день это произношение ближе русскому народу обычно в это время были сильные морозы народ сидел дома оберегая себя от болезней холода то есть простуды и болезни суставов даже была такая поговорка кто лежит на Ерему на печи болеть не будет кто на улицу выйдет лихорадку встретит поэтому крестьяне сегодня не работали а грелись на печи а чтобы не скучно было развлекали друг друга шутками и прибаутками наблюдали за животными особенно кошками приметы если кошка свернулась в клубок это к морозу если скребет стену или пол это к метели если подтягивается и спокойно это к потеплению место где лежала кошка наделено особыми свойствами которые помогают бороться с усталостью и болезнями поэтому сегодня больного человека сажали на место где любила лежать кошка чтобы он выздоровел чтобы маленький ребенок хорошо спал нужно посадить к нему в кроватку кошку а после этого класть ребенка спать теперь ребенок весь год будет хорошо спать кто сегодня уснет рядом с кошкой тот может ума лишиться если под окном щебечет синица это крайне весне 27 января день Нины день назван в честь святой равноапостольной Нины просветительницы Иберии это Грузия ее просветительная работа это привела к крещению Грузию все началось с того что она хотела отыскать Хитона и Иисуса Христа она долго молилась и в сонном видении Богоматерь велела ей идти в Грузию и просветить ее от язычества при этом она обещала Нине быть ее покровительницей уповав на волю Бога Нина в одиночку сделала великое дело просвещения и даже нашла Хитон сегодня крестьяне работали особенно ухаживали за домашней скотиной была даже пословица на Нину почитай скотину особым почетом сегодня пользовались коровы поскольку они считались кормильцами для крестьянской семьи родители в качестве приданного своим дочерям давали коров их оберегали от болезни и порчи забивали корову только в крайних случаях мясо своей коровы как правило не ели а продавали народ верил что забитая на мясо корова оплакивает своих хозяев поэтому сегодня благодарили корову убирали в хлеву и кормили их верили что животное обязательно отблагарит хозяев вкусным молоком за доброе отношение к нему приметы на деревьях сегодня иней это к оттепели если по небу сегодня плывут белые облака морозы продержатся еще долго если сегодня солнце после заката оставляет след столбом на небе это к морозам если в ночном небе ярко мерцают звезды морозы будут крепкими коровье молоко сегодня обладает целебными свойствами лечит от болезней ожогов и даже ударов молнии если сегодня ночью во сне увидишь красную или черную корову или быка это предвещает скорую смерть двадцать восьмое января день пала речь идет о преподобном отце Павле Фивейском он поселился раньше всех в египетской пустыне и вел очень праведную жизнь его нашел преподобный Антоний который пожелал узнать есть ли подвижники лучше его самого на что в видении услышал голос который сказал Антоний есть один раб Божий который пришел сюда прежде тебя и который совершеннее чем ты это был Павел который юноша бежал от гонений на христиан в пустыню и прожил там сто тринадцать лет в народе сегодня говорили Павел взмок день приволок Петр и Павел день прибавил да день стал заметно длиннее а ночи короче сегодня крестьяне молились о богатом урожае льна выращивание льна в те времена было очень сложным занятием выращивали его исключительно мужчины так как он требовал сложной обработки его молотили чистили вымачивали мяли щипали трепали чесали и только после этого делали ткань поэтому хороший урожай льна был большой удачей и радостью в этот день было особое отношение к тонкоматериальному миру считалось что сегодня можно легко навести порчу поэтому люди сегодня носили при себе обереги и не ходили в гости а вот людям обладающим колдовским даром сегодня надо было найти человека которому можно было бы его передать чтобы задобрить домового за обедом его нужно обязательно похвалить поставить для него на видного места рюмку вина или водки приметы если в этот день дует сильный ветер лето будет дождливым на диме сегодня много звезд хорошим урожаю льна сильный снегопад днем значит ночью ударят морозы венчание и свадьба в этот день к семейному счастью вороны спрятались скоро ударит мороз если слышен щебет снегирей это к перемене погоды если узоры от мороза сегодня идут по направлению вниз год будет урожайным 29 января день Петра назван через поклонение честным веригам святого апостола Петра которые стали целебными по приказанию царя Ирода Пётл был ввергнут в темницу и скован двумя железными цепями ночью ангел Господень разбудил его толкнув в бок и вывел из темницы железные вериги упали с рук апостола весть о чудесном избавлении Петра от оков и темницы разошлась по всему Иерусалим верующие тайно взяли их и хранили у себя как величайшую реликвию сегодня в народе почитали святого Петра покровителя домашней скотины также говорили что наступил Пётр полукорм крестьяне делили зиму на две части и считалось что первая половина зимы осталась позади обычно к этому дню съедали половину запасов отсюда и название дня Пётр полукорм вообще сегодня день отличался сильными морозами известна поговорка в этот день мороз и железо рвет и птиц на лету бьет приметы если на дворе сегодня метет метель лето будет дождливым а рыбалка плохой северный ветер на день Петра к похолоданию если сегодня морозный день лето будет знойным если на Петра идет снег к хорошему сенокосу также можно ожидать удачную рыбалку летом если сегодня на закате солнце окрашено в красный цвет следующий день будет морозным и солнечным если сегодня вечером виден яркий месяц с крутыми рогами будет приятный морозный день 30 января день Антония назван через преподобного отца Антония Великого родом он был из Египта придя в отроческий возраст не спешил приниматься за науки и сближаться с детьми оставался в своем доме хранил чистотой сердца и стремился к преуспеянию благочестии не просил у старших сладкой пищи довольствовался тем что ему давали 20 лет его родители умерли оставил ему большое наследство он раздал его нищим а сам доверился Богу не заботясь о завтрашнем дне этот день народ огласил днем Антона Перезимника также была такая поговорка Перезимник обнадежит обтеплит а потом обманет все морозом стянет однако сегодня отмечают не только день Антония но и день Антонины даже говорили Антонина зиме половина так народ отмечал переломный момент когда половина зимы осталась позади но впереди еще была февральская стужа и непонятно хватит ли припасов для себя и корма для скота но тем не менее крестьяне верили что зима идет к концу радовались прибавлению светового дня в этот день пекли специальные круглые колобки из толокна которые символизировали солнце ими угощали детей чтобы быстрее лето наступило старину именно сегодня старались запугать и сбить со следа нечистую силу чтобы она не нашла дорогу дому для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед если сумеешь так дойти до дома и не упасть надо перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом так колдуна ведьму и прочие злые силы запутаешь и собьешься своего следа приметы если на Антона устанавливалась теплая погода то на следующий день могут ударить сильные морозы мол Антон хитер со всех сторон если сегодня весь день была оттепель жди ранней весны и хорошего клёва рыбы и если идет сегодня снег будет поздняя весна громкий щебет синиц утром предвещает похолодание ясная небо и лунная ночь кудному урожаю 31 января день Афанасия день назван в честь святого отца нашего Афанасия великого архиепископа Александрийского он уже в детском возрасте играл в игры где было крещение Александрийский патриарх увидев это расспросил детей и признал крещение правильным в дальнейшем Афанасий продвигался по церковной службе боролся с орианской ересью когда святейший Александр представился преемником его на Александрийскую кафедру был единогласно избран Афанасий этот день народ назвал Афанасий Ломонос начинались Афанасиевские морозы даже была пословица на ломоноса нос легко отморозить если пришел ломонос прячь щеки и нос более сильные морозы чем эти бывали в феврале Тимофеевские морозы сегодня народ избавлялся от нечистой силы для этого крестьяне проводили различные обряды и делали обереги приметы метель сегодня предвещает позднюю весну а солнце в полдень раннюю если на Афанасий отепель лето будет дождливым закат на ясном небе сильным и длительным морозом если вокруг месяца и солнце сегодня виден круг будет еще большее похолодание если сегодня вороны стая кружат высоко в небе морозные дни продержатся долго если сегодня обработать золой взятой из семи печей свою печную трубу можно избавиться от темных сил они вылетят через трубу из дома сегодня день неблагоприятный для операций новоселья и суда не стоит на Афанасий крестить мальчика это может навлечь на него мужскую слабость во взрослом возрасте вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас надежда в быть подпишись